Кто-то Кто-то Я в мир наш непростой А жизнь бежит рекой И выбор за тобой Наполнить каждый миг Ненастью или добротой Добро пожаловать, Сватья Добро пожаловать Мама Ой, Сватья, вы кажется соскучились по своей дочке Ой, со свадьбы прошло только две недели Вы уже второй раз приходите Мама? Хорошо Сватья Перед свадьбой я вам говорила, что моя дочь немного трусливая Она ещё ребёнок Ну? Ещё раз хотела напомнить вам об этом Вы такая интересная, Сватья Я же вам обещала У нас дома нечего бояться Ваша дочь не беспокоится попосту Всегда под присмотром Вот, например, когда я была невесткой Боялась тараканов и змей очень Постепенно всё это проходит Да Но всё равно я беспокоюсь Не беспокойтесь Представьте, что ваша дочь живёт в своём доме Спасибо, Сватья Вы такая хорошая женщина Спасибо Ну-ка, угощайтесь Мама пришла на час и всё уже сразу перевернула Как жизнь, дочка? Спасибо, хорошо Как вы сами, домашние? Да, всё хорошо, не волнуйся Боже мой, у вас так холодно во дворе? Не знаю, мне так не кажется Со стороны посмотришь так Смотри Ой, боже мой Где твоя свекровь? Она ушла к соседкам Не поняла Ты одна в доме? Да Она ушла и оставила тебя совсем одну в большом доме? А если тебя кто-то укусит? Мама Не бойтесь Кто же может меня укусить? О боже мой Упаси, не смей спускаться в этот подвал, поняла? Хорошо Смотри, какие лестницы Ещё подниматься будешь и упадёшь, не дай бог Разобьёшь себе голову Хорошо Смотри, как холодно Хорошо, мамочка Не волнуйтесь Боже мой Идём, будь осторожнее Хорошо, мама Идёмте Хорошо С осторожностью поднимайся На, держи Ой У тебя и кухня узкая, да? Угу Ходи с осторожностью Ой Доченька Ты посмотри Что это такое? Какое острое Страшно становится даже Будь осторожнее Убирай это всё Хорошо Ой А почему такая плита большая? И горит, наверное, сильно, да? Будь осторожнее, доченька Стой Дальше от неё, хорошо? Когда будешь зажигать Будь осторожнее, ладно? Как мне тебе жаль Я привыкну Будет трудно, доченька Если будут какие-нибудь проблемы Иди прямо домой, хорошо? Чем попасть в какую-то беду Или заболеть чем-нибудь Лучше сидеть дома Хорошо О боже, не верь всем подряд Ночью включай свет, хорошо? И ходи подальше от животных Знаешь, да? Они бывают переносчиками болезней Ты должна беречь себя, доченька И ещё и твоей свекрови скажи, хорошо? Ой, вон она сама идёт Да, идёт Идём, доченька Идёмте Идём поговорим Кто там? Я, дочка В доме никого нет, кроме нас Как ушла ваша мать, вы закрылись в своей комнате На вечер будем что-нибудь готовить Извините, мамочка Ой Что вы извиняетесь? Быстрее выходите на кухню Хорошо Сейчас я выйду Я так напугалась от слов вашей матери Она так накручивает, да? Да Боже упаси С тех пор, как ушла моя мама, мне стало ещё более страшнее Вы не думайте о маминых словах, вам понятно? Вот, наш дом совсем не страшный Хорошо, мамочка Да, кстати, я искала ножи, не нашла, вы не видели? Я убрала в шкаф Зачем? Нож ведь очень острый Когда он на виду лежит, как-то мне страшно становится Ой, нож же не живой Он что, сам по себе на вас накинется, что ли? Не знаю, я с детства боюсь таких вещей И мама настояла тоже Ладно Ладно, привыкните Идёмте 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 на кухню Ну-ка, проходите Ой, невестка Что будем сегодня готовить? А что вы хотите? Да Честно сказать Хочу поесть рыбу Скажем Камрону Может принесёт Сазана или Сома Если приготовим живую рыбу, будет ещё лучше Рыбу? Ой Живую рыбу, говорите, мама? У неё ведь какая-то болезнь, может быть Или она может укусить нас Ой, ой Кто укусит? Я вам про акулу говорю, что ли? Просто Сом У бедного даже зубов нет Совсем безобидный Не знаю почему-то Я очень боюсь таких вещей И потом Когда ещё и голову уварят Как будто бы глаза Смотрят как будто бы на меня Мне страшно Ой, что бы мне не умереть Теперь этого не хватало Вы когда-нибудь ели рыбу? Ела Только Мама жарила сама А голову мы выкидывали О боже упаси Мамочка, пожалуйста Пусть Камрон Акеа Привезёт готовую рыбу Ладно Вы чай поставьте Я сейчас скажу Камрону Боже упаси Ой, 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 ой Боже мой Вы испугали меня Вы испугали меня Невестка Ой, ой Мамочка, извините Простите, мамочка Я не специально Простите меня Перед тем, как кричать Не могла предупредить невестка Я состарилась Моё сердце не такое крепкое, как раньше Честно Мне Неудобно Перед вами Что Произошло? Я Очень боюсь Огня Поэтому Перед свадьбой Я целый месяц Училась Зажигать огонь И всё равно До сих пор я боюсь Чего ты не боишься, а? Что бы двигалось И не двигалось Всего боишься Как ты живёшь С таким сердцем, а? Ладно Хватит Прекрати Постепенно Научиться Твоя тёща Аж семь раз Предупреждала Я говорила Ничего страшного Говорите Ничего страшного А сами Вот Лежите Прикованные К постели Я не совсем Прикованный Сынок Сейчас Немного Полежу Потом Встану Да я В общем Говорю Эй Оставьте меня Невестка Покормите своего мужа Меня Что Собака Съест Тоже Мне Я В своём Доме Только Лишь бы Вы не кричали Извините Мамочка Ладно Ладно Покормите своего мужа Идите Поешьте Потом Отдыхайте Спокойной ночи Мамочка Спокойной ночи Ладно Спокойной ночи Только Пожалуйста Не кричите Хорошо Боже Боже мой Дай мне терпение Дай терпение До сих пор Сердце сильно бьётся Боже упаси Эх Эй Ширин Чего Чего ты так пугаешься Не знаю С детства Так Может быть Под воздействием Моя мама Моя мама Немного Эмоциональная женщина Или может быть Когда была Беременна мной Чего-то сильно Очень испугалась Я не знаю К психиатру ходила Нет Я же Не больная вам Ты Нездоровая Уф Ладно Будем спать Эй Что Зачем вы выключили свет Чего ты орёшь Сколько раз вам говорить Я весь боюсь темноты Зачем Мы же договаривались с вами Я не привыкла спать В темноте Мне страшно Я забыл Ладно Вот Всё Прости А что ещё случилось, сынок? Нет-нет Всё хорошо, хорошо, мама Не переживайте Вы ложитесь, всё Простите, мамочка У меня из-за вас сердце выскочило После всего этого Бесполезно просить прощения Ладно, мама Спокойной ночи Уф Чего ты плачешь? Ну чего плачешь, а? Скажи мне Почему? Я, наверное, не смогу привыкнуть Я поеду к себе домой Не ной, тише Сейчас мама будет переживать Вот-вот Светлым светло Не будем выключать свет Всё Пожалуйста, ложись Хорошо? Вот мягкая постель Светлая комната Рядом есть я А там, мама Тихо лежи, пожалуйста Давай спать Ложись Я после тебя лягу Только не выключайте свет Вот-вот, не буду Не буду двигаться, всё К тебе повернуться? Ах О боже Ширин Смотри, какой острый нож Ах 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 Мама Смотри, какой огонь Мама Огонь 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 Смотри Ах 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 Что случилось? Не приснился страшный сон Ни ночью, ни днём нет покоя Будь с добра, прочитай молитву Думай о хорошем и ложись спать О боже мой, мне страшно Можно я буду держать вас за руку? Пожалуйста Ух Боже, боже, боже Боже На Лишь бы спала спокойно, ладно? Давай спать, пожалуйста Мне утром надо на работу Закрой глаза Закрой глаза, закрой! Ах Закрой глаза, Закрой! Хватит, хватит. Все, можете не давать солом, не нужно... Хорошо. Ой, как сильно у меня болит голова. Принести лекарства, мама. Да не надо. Итак, у меня внутри аптека. А я плохо спал. Да, видно по глазам. Что случилось? Да, оставьте. Не знаю, что делать. Мама, я сегодня останусь на работе. Я дежурю. Мамочка. О, Бо. Разве можно оставлять дежурить новоиспечённого жениха? Из-за свадьбы я пару раз не смог дежурить. Как и у меня, у всех других тоже дела. Ой, сегодня вы не придёте? А что мне делать? Ой, невестка, вот я же есть. Всю ночь буду караулить вас. Я посмотрю. Сиди. Это её мать пришла. Идите, сами посмотрите. Наденьте мою жилетку. Хорошо. Ещё не простудитесь. Недавно же её мать приходила. Опять пришла. Это она пришла, я знаю. Здравствуйте. 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 Мамочка. Ой, я не понял. Эй, эй. Мама. Что это с невестой? С ума сошла, что ли? Мамочка. Ой. Ой. Мамочка. Там кто-то пришёл. Большой человек. Что? Человек. Я боюсь. Кто? О, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Как ты? Проходите, проходите. Как вы, невестка? Всё нормально у вас? Идёмте. Ну-ка, проходите. Проходите. Всё, всё, всё. Ну-ка. Как вы, невестка? Хорошо. Аминь. Пусть молодые будут счастливы, пусть будут в этом доме только хорошие дни. Аминь. Аллах, агиба. Не устаете? Да, хорошо. Кажется, ваша невестка, увидев меня, очень испугалась. Да, сердце нашей невестки, как горошина. Воробей пахнет крылом, и её сердце начинает трястись. Невестка, это человек ваш дядя. Единственный брат моего покойного супруга. Ой, не делайте так. Сделайте поменьше глаза. Вы смотрите, как на людоеда. Что такое? Вы в сундуке росли, что ли? Извините, мама. Боже мой. Вставайте. Делайте салон, дядя. Вставайте, ну-ка. Сейчас. И чайник пустой. Вы ещё и чай должны заварить. Сейчас чай заварим. Сейчас. Не бойтесь, невестка, не бойтесь. Живите долго. Будьте счастливы. Чтобы детки были. Чай. Нет, нет. Хорошо. Не надо, спасибо. Я не буду долго сидеть, невестка. У меня здесь неподалёку были дела, зашёл и навестил вас. Дядя, тогда подбросите меня на работу. Ладно. Вставай, одевайся, поедем. Ага, хорошо. Ладно, тогда иди. Сейчас. Невестка, вы тоже идите. Хорошо. Она, когда открыла дверь, испугалась. С одной стороны, хорошо, что вы пришли. Вот вы учились по психологии. Ну да. Моя невестка оказалась супер трусихой. Надо найти какой-то выход. В противном случае, или у неё, или у меня будет разрыв сердца. Может такое быть, что в детстве у вашей невестки была нарушена психика. В детстве, может быть, и было. Теперь же она взрослая женщина. Завтра она станет матерью моих внуков. Я не могу спокойно смотреть на её состояние. Невестка, сначала надо установить причину, а затем назначить лечение. Её мать приходит каждые три дня. Она, кажется, внушает ей. Такая истеричка. Тогда не пускайте её в дом. Как это? Ну, найдите способ. Ой. Всё в порядке? Оставь. Это привычное состояние. Если мы в день пять-шесть раз не услышим этот голос, значит, это не счёт. Ага, неужели? Значит, вы привыкли, да? Ага. Так. Значит, так. Вам не больно? Вы сами виноваты. Я и так трусливая. Зачем вы ещё и пугаете меня? Зачем? Видел в одном кино. Если трусливого человека испугать, он больше бояться не будет. Это же кино. А жизнь совсем другое. Мне само, если честно, всё надоело это. Ладно, может быть, и эти дни пройдут. Посмотри-ка, крови нет? Не опухло? Нет. Ничего же не случилось, вот... Всё-всё, не трогай. Ладно, я на работу. Что мне делать без вас вечером? С мамой будешь спать. Я скажу перед уходом. Только, пожалуйста, не испугай её своими криками, ладно? На сегодня хватит, хорошо? Я пошёл. На сегодня хватит. О, боже мой. Вы проводили, да? Да, проводила. Хорошо. Да, Шрин. Подождите, дочка. Спутитесь в подвал, принесите морковь. Сегодня будем плов готовить. В подвал, говорите? В подвал? Да, в подвал. А если там что-то укусит меня, мама? Если бы что-нибудь было, давно бы меня укусило. Нет, нет, я боюсь, мамочка. Пошлите. Пойдёмте вместе спустимся. Давайте, не бойтесь. Пойдёмте. Пойдёмте. Мамочка. Мамочка, пожалуйста, сходите сами. Шрин. Вашей боязни есть две причины. Одна. Вы неверно информированы. То есть, как будто в кладовке есть какая-то опасность. Вторая. Вы не знаете, что там есть. Эта неизвестность приводит к боязни. Например, вы боялись Бодриддина, а когда узнали, поняли, что он хороший, вежливый человек. Чем больше вы будете узнавать его, ваш страх будет исчезать. Вам понятно? Может быть. Ну, тогда пойдёмте. Идёмте. Вместе спустимся. Вы первые. Спускайтесь, мамочка. Ох ты, боже мой. Идёмте за мной. Не бойтесь, идёмте. Проходите. Хм-хм-хм. Мама, я не нашла морковь. Морковь была в холодильнике. Ой. Ну, что есть в кладовке? Банки, варенье, всякие салаты, икра, и компот тоже есть. А ещё и картошка, яблоки, тыква, лук тоже. Какие-то там железяки лежат. Вас, случайно, ничего из этого не укусило? Нет. Хорошо. Тогда идите в кладовку и принесите лук. Вот, возьмите с собой посуду. Хорошо. Хорошо. Вот, мамочка. М-м-м, на этот раз вы не испугались? Сказала, сходите в кладовку, вы не раздумывая пошли. Потому что там я заранее всё увидела хорошенько, поэтому... Значит, невестка, страх бывает не в сердце, а в мозгах. Ваше мнение о кладовке поменялось. Главное, вы узнали, что там есть. Да. Мамочка, вы такая хорошая. Я ещё из вас сделаю бесстрашную невестку. Сделайте так. Ой, кто же это? Вы закрыли ворота, мама? Да, закрыла. Но, но, нам сейчас не нужен гость. Сядьте. Сейчас. Алло. Здравствуйте, мама. Как ты, дочка? Хорошо, спасибо. Дочка, я всю ночь видела плохие сны. Волновалась за тебя и пришла к тебе домой. Ой, вы пришли домой? Я же сказала, что я у тебя дома. Вот. Стою, стучу, стучалась. Ты не слышишь, кажется? Ты выйдешь? Ну-ка, дайте мне. Алло, Сватиа, как вы? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я беспокою вас. Вы говорили, приходите, когда хотите, поэтому я и пришла. Ой, надо было предупредиться ранее. Мы сегодня ушли в гости с дочкой Ширин. Теперь мы, наверное, вернемся поздно. Вы не переживайте. Ваша дочь здорова. Никто ее не пугает. Приходите в другой раз, Сватиа. Ладно? Ой, так что ли? Я думала, что вы дома. Извините. Простите, простите. я тогда пойду. Ладно. До свидания. Будьте здоровы. Вы тоже будьте здоровы. Хорошо. Ой, мамочка. Ширин, не обижайтесь на меня. Я так внимательно присмотрелась. Оказывается, это ваша мама вам внушает. По этой причине вы стали бояться. Если сейчас я ее пущу, она опять запудрит вам мозги. Мы продолжим наши процедуры. Процедуры? Да. Короче, сейчас принесите бумагу и ручку. Сделаем список ваших страхов. Давайте. Хорошо, сейчас. . Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! О, невестка, это я купил вам. Не стоило беспокоиться. Какое беспокойство? Там подешевле продавали. Я и вам купил. Спасибо. Заходите в дом. Ладно, будьте здоровы. Там меня ждут. Я пойду тогда. До свидания. До свидания тогда. Спасибо, ладно. Ой, кто пришёл, Ширин? Дядя Бодридин. Мёд принёс. Ой, как это вы не испугались? Не знаю. Вы же сказали, что он хороший человек. Ой, изменения большие. Хорошо, хорошо. Ну-ка. О, мёд хороший. Пойдёмте. Вместе мёд поедим. Мама, а почему нет света? Не знаю. Мне страшно. Мне страшно. В детстве у нас часто отключали свет. Сначала мы тоже очень боялись. Но потом мой покойный отец собирал всех нас вокруг стола и рассказывал очень интересные истории из прошлого. А мы внимательно слушали. Вот так. Постепенно мы стали ждать, когда же отключат свет. И не боялись темноты. Как я и говорила, страх на самом деле, оказывается, бывает в нашем представлении. Ширин, в жизни могут быть разные ситуации. Придёт время, когда вы будете одна оставаться с детьми. Вот в такие времена мы должны быть сильными. Верно. Я никогда не думала о своём страхе. Я всегда боялась без причины. Когда вы будете очень бояться, начните разговаривать со своим состоянием. Это как? Эй, темнота, я тебя не боюсь. Скажите. Вот и всё. Вот теперь ляжем спать. Ладно, спокойной ночи, мама. И вам спокойной ночи. Ладно. 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 Ой, чтобы не умереть мне. Как я зайду в кладовку? Что делает в нашем доме змея? Мама, у него нет там гнезда? Не говори так. Что ты говоришь? Иди лучше жене помоги. Иди. Я боюсь змей, мама. Сейчас выйдет. Недавно твоя жена ящерицу боялась. Теперь змею ловит. Как вы её изменили? Удивляюсь. Не знаю. Мама! Мама! Ой, поймала! 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 Успокойтесь! Поймала! Мама! Поймала! Не приближайся! Подождите! Не приближайтесь! Стойте, стойте, стойте! Эй, стой там! Не приближайся! Стойте, стойте с глаз моих, а! Мама! Ой, как неприятно! Идите, уберите! Мама, а что мне с ней делать? Я не знаю! Свари! Я не знаю! Уберите с глаз моих подальше! Мама! Она ведь не такая ядовитая! Она наоборот пугается ваших криков! Вот и всё! Что бы там ни было, это змея! Уберите её с глаз моих! Мамочка, не бойтесь! Она просто змея! Не надо, не надо! Не надо! Скажите, что я не боюсь тебя, мама! Уберите! Ведь страх, это просто в наших мозгах! Вы смеётесь надо мной? Говорите мне то, что я вам говорила! Вот увидите ещё! Камран Акера! Нет, нет, нет! Не подходи! Посмотрите! Ну, посмотрите! Посмотрел всё! Выбрось его на улицу! Ты сейчас шутишь, да? Я ещё с тобой поговорю! Иди выбрось! Пожалуйста, невестка! Вынесите! Трусливый муж, трусливая свекровь и трусливая невестка! Ой! Хорошенькая змейка моя! Мам, уйдите! Ну, смотри, ты всех испугала! Ой, Сватья, кто есть? Кто-нибудь есть? Ой! Здравствуйте! Ой, Сватья! Сватья, здравствуйте! Ой, здравствуйте! Как вы? Как вы? У вас дверь была открытая и зашла? Хорошо, здрасте! Здравствуйте! Как вы, мамочка? Здравствуйте! Как ты? Всё хорошо? Как вы, взять? Всё хорошо у вас? Как вы? Ой, что это у тебя в руках, дочка? Змея! Что? Да, она попала в кладовку, а я её поймала! Что? Что? Подождите! Мама! Ой, Боже мой! Убери это! Мама! Подождите в себя! Что вы делаете? Да поставьте вы на землю! Давай, скорей! Идите, принесите воды! Идёмте сюда! Сейчас принесу! Сейчас! Давайте зайдём на кухню! Проходите! Эй, убери эту змею! Субтитры создавал DimaTorzok Мне хэргэрген! Долгурсан Дуня! Субтитры подогнал «Симон»